40, у тебя 40, у него 44. Так, Зубрилин Николай Григорьевич, руководитель нашей фракции в Московской Думе. Вот, пожалуйста, Николай. Добрый день, уважаемые товарищи. Важнейший вопрос демографии, который может угрожать национальной безопасности и затормозить продвижение нашей страны в промышленности и в занятии своего положенного места в мировой цивилизации. Несмотря на демографические проблемы, по сравнению с 2019 годом в Москве в 2020 году стало проживать на 9,5 тысяч человек больше. Рождаемость снизилась при этом на 5%, в то время, когда в России в среднем снижение рождаемости составило всего 2%. Неустроенность, тяжелые условия труда и проживания, безработица, невозможность прокормить семью, сказывается на количестве разводов. За 2019 год поженились 13 800 семейных пар в Москве. Развелось 11 300 семейных пар. В итоге на всю Москву за год образовалось всего 500 семей. Этого недостаточно для простого воспроизводства поколений. 35% жителей Москвы от 30 до 50 лет. 12% жителей моложе 18 лет. 24% жителей 60 лет и старше. Таким образом, проблема демографии снижает природный ритм естественной смены поколений. Чем это грозит? С уходом из жизни высокообразованного и обученного на практике населения на смену приходят отдельные слои граждан с образованием, полученным в капиталистических условиях, когда можно купить диплом, купить справку, купить результаты зачетов и экзаменов. Низкое качество образования сказывается на трудовых показателях, в том числе и на трудовой дисциплине. Сегодня резко подскочила по сравнению с 90-м годом текучесть кадров. Она стала больше в 7 раз. Разочарование в работе, в уровне зарплаты, конфликты с руководством, при отсутствии народного и профсоюзного контроля за работодателями негативно сказываются на каждом трудовом коллективе. Общее снижение социального уровня жизни, рост цен на энергоносители, на корпоративные и жилищно-коммунальные платежи, на товары и услуги, на продукты и лекарства уже привели к обеднению населения и процесс продолжает ухудшаться. С учетом вышеперечисленных показателей, снижение рождаемости будет, по прогнозам, и в следующих годах, как в Москве, так и в регионах. Для улучшения демографической обстановки, для увеличения рождаемости, в Москве необходимо увеличивать ежегодные статьи расходов на поддержку малообеспеченных семей, на выплаты многодетным семьям, остановить процессы коммерциализации в образовании здравоохранения, улучшить качество социальной защиты населения и профинансировать все социальные сферы в полном объеме, профинансировать строительство муниципального жилья для переселения из общежитий, для очередников и молодых семей. Фракция КПРФ Мосгордумы в период обсуждения статей по бюджету смогла внести несколько правок для увеличения финансирования летних лагерей для школьников. Для внимания своим внукам и, соответственно, облегчить воспитательный процесс были профинансированы советы ветеранов. Мы внесли предложение по финансированию нескольких проектов на внутригородских территориях и в микрорайонах. Спортивные площадки, беговые дорожки, территории для отдыха и прогулок с детьми – все это поможет родителям воспитывать и растить своих детей развитыми и здоровыми. Но создается мнение, что правительство и органы власти стараются усиливать кризисные явления в экономике и в общественной жизни. Им сегодня легко кивать на экономические проблемы, чтобы ни за что не отвечать, ссылаясь на кризис. Никакой ответственности перед народом. Очень удобно устроились чиновники. Они всегда и везде ни при чем. Они так и говорят. Экономика рухнула сама. Экология плохая из-за нехватки денег на профилактику и содержание очистных сооружений. Снижение уровня рождаемости они оправдывают тем, что не стоит плодить нищету. А мы им говорим, что власть отвечает за все. Поэтому совершенно очевидно, что сегодня экономический и политический курс ведет страну в тупик. Если говорить откровенно, давно пора отправить правительство в отставку и немедленно сформировать правительство народного доверия во главе с КПРФ. Мы знаем, как надо жить народу России. Достойно и обеспечено. Компартия три раза спасала страну в 20 веке. И мы сумеем спасти страну и народ в 21 веке. И отодвинуть страну от катастрофы, в которую нас ведут олигархи и их представители в руководстве страны. Мы сами здесь, в нашей стране поправим, отремонтируем, починим, выстоим, наладим, создадим. И выйдем из этого трудного положения, как было уже не раз в нашей истории. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Николай Григорьевич, как всегда, в боевой форме. Но просьбу поддержать народные предприятия. На них снова идет атака. А там женщины работают. У нас женское движение активно трудится. Я хочу вас от души поблагодарить. Продолжение следует...